Заброшенный завод Местных боёв, эта карта до сих пор остаётся одной из самых сложных для новых игроков. К каждой точке есть множество подходов. Из-за этого всякий захват — смертельно опасная игра в кошке-мышке. А ведь есть ещё пилоты, которые только и ждут того, чтобы поймать танк в прицел. Что же делать, если вы попали на заброшенный завод? Сейчас расскажем. Перед нами классическая версия карты в режиме превосходства. В наличии три точки — А, Б, С, по два респауна с каждой стороны и аэродромы. Начнём с точки А. Эта позиция — самая ближняя к реке. Она тут же пугает неопытного игрока обилием направления, откуда может появиться противник. Тут и береговая линия, и многочисленные дебаркадеры, и цистерны, между которыми то и дело шныряют лёгкие танки. В общем, САУ сюда точно соваться не следует, как и машинам с медленно поворачивающейся башней. И всё же, даже в этом лабиринте есть несколько популярных маршрутов. Первый — по берегу. С одной стороны, позиция полностью открыта для атак с воздуха. Однако в самом начале раунда, пока пилоты только прогревают моторы, многие обладатели лёгких и средних танков устремляются именно сюда. Цель простая — выйти во фланг тем, кто попытается взять точку А. Большие кучи угля и хранилища для топлива — неплохие укрытия. Однако, в отличие от зданий, угольные кучи не являются непреодолимым препятствием для многих машин. Посмотрите на этого РУ-251. Как играючий он поднимается и спускается по этим склонам. Так что будьте бдительны и активно используйте бинокль. Второй надёжный вариант захода на точку А — постепенное перемещение по линии G на средней и тяжёлой технике под прикрытием дымов. После этого захват точки в ангаре будет делом плёбом. От А плавно движемся к Б и сразу же видим огромную площадь, где повсюду бетонные трубы. Да, они могут послужить вам каким-никаким наукрытием, однако мы бы не советовали пересекать площадь по прямой. Если выхода нет, очки тикают, и счёт идёт на секунды, обезопасьте себя хотя бы постоянным использованием бинокля. Итак, допустим, мы не встретили сопротивления и добрались до точки Б. Перед нами полностью открытое пространство с двумя сиротливо стоящими цистернами в центре. Кроме того, точка прекрасно простреливается как с А, так и с С. Спрятаться здесь сложно, но варианты есть всегда. Посмотрите сюда. Видите это топливохранилище? Если прижаться к нему, сможете хотя бы укрыться от огня со стороны точки С. И ещё, перед тем, как идти на захват, убедитесь, что между топливохранилищами не притаился враг. Место очень популярное, ведь эта позиция позволяет атаковать как защитников точки, так и нападающих. Наконец, переходим к последней и, пожалуй, самой важной точке — С. Позиция находится на небольшом возвышении. Она окружена тремя большими и пятью малыми цехами, в каждом из которых может быть враг. Также не стоит забывать про многочисленные подъезды. При игре на этой позиции важно внимательно отслеживать передвижение врагов внутри цехов. Да, прострелить чужой танк, скорее всего, не получится. Но если вы знаете, где враг, половина дела уже сделана. Кроме того, помните, во время боёв на С придётся обходиться без поддержки с воздуха. Поделитесь с нами и другими игроками в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!